Всем привет, друзья! С вами Сити Фермеры из Челябинска и канал Здоровая Еда. Мы продолжаем собирать свою гидропонную установку и сегодня я расскажу вам, как мы собрали систему полива. Для полива мы будем использовать систему периодического подтопления. Схема ее работы состоит в том, что с помощью контроллеров времени мы задаем периодичность полива, а с помощью клапана в системе слива мы регулируем высоту подтопления наших контейнеров. Для сборки автоматического полива нам понадобится емкость для питательной жидкости, насос, который будет подавать эту жидкость по лоткам, а также необходимо будет сделать разводку из труб для полива на каждый этаж. Для того, чтобы насосу было проще подавать жидкость на верхний лоток, я решил использовать тонкостенную трубу диаметром 25 мм. В дальнейшем у меня есть планы по сборке второго гидропонного стеллажа, который я запитаю с помощью этого же насоса. Вообще изначально я собирался собирать систему полностью неразборную. Для этого я приобрел паяльник для труб, но немножко подумав, я пришел к такому решению, что мне нужна разборная система. Так как краны для пайки низкого качества, и в случае, если что-то потечет, то придется полностью переделать всю систему. А разборная система намного проще, здесь не нужен паяльник, и в случае, если что-то потечет, можно легко разобрать, отнести в магазин и обменять по гарантии. Но раз паяльник приобретен, с помощью него я решил спаять трубки подачи воды от крана на лоток. Для этого я беру трубочку и уголок, и спаиваю их вместе. Для сборки системы подачи воды, я буду использовать ПНД тройник с выходом на 3 четверти, и ПНД кран, который накручивается на 3 четверти, и с выходом на 25 мм. На кран я наматываю фум-ленту, и вкручиваю кран в тройник. Затем разбираю зажимной механизм тройника, и срезаю усики, из-за которых может пропускать вода по муфте. Продолжение следует... Затем я беру трубку-отвод и вставляю ее в кран. Трубку необходимо вставить так, чтобы она прошла сквозь резиновое кольцо. Дальше прижимаем ее прижимным кольцом, и плотно затягиваем муфту. Узел подачи воды на лоток готов. Затем отмеряем расстояние от предыдущего узла до лотка. Отмеряем необходимую длину и отрезаем трубку. Вставляем трубку в тройник и плотно обжимаем ее муфтой. Соединяем два узла в одну систему. Таким способом собираем все последующие узлы подачи воды в наши гидропонные установки. Емкость для хранения жидкости я решил использовать на 90 литров. Думаю, данного объема должно сверху и хватить для данной установки. Сердце любой системы полива – это насос. Я решил использовать погружной дренажный насос. Данный насос мощностью 750 Вт. Максимальная скорость потока – 13500 литров в час. Максимальная высота напора жидкости – 7 метров. Также на данный насос действует гарантия 3 года. И в случае каких-то поломок, его можно будет легко обменять в магазине. Думаю, что насоса с такими характеристиками мне легко хватит на две гидропонных установки. С помощью армированной пластиковой трубки я осуществляю подключение насоса к основной системе полива. Если посчитать все затраты, на систему полива мы потратили 5110 рублей. Плюсуем к нашим прошлым затратам и получаем сумму 19488 рублей. На данный момент такую сумму мы потратили на нашу гидропонную установку. Наконец, система собрана, подключена и можно проводить первые испытания, о которых я вам расскажу в своем следующем ролике. Друзья, не забудьте подписаться и поставить лайк этому ролику. До новых встреч! Всем пока-пока!